Утренний гость Доброе утро, Алена Спасибо, что пришли Сразу вопрос вот так вот, как говорится Как началось ваше утро сегодня? На мое утро, естественно С ежедневного Такого рациона И с вас, конечно Самое главное, что в первую очередь Я оказалась в этой студии Поэтому мне приятно, что НЭДС ТВ развивается И что нас слушают сейчас по Талант, радио И это правда здорово Я желаю вам процветания Спасибо вам большое Я вам могу сказать, что нас слушают далеко за пределами республики Потому что когда мы сидим на волне Стоит 3FM на родном радио То нам пишут и далеко еще за пределами Потому что есть возможность Да, вот такой вот У нас коммуникейшн, как сегодня принято говорить Ну и перед нашим диалогом Хочу устроить небольшой блиц И узнать, Алена немножечко с другой стороны Не против? А давайте узнаем Максим, ты мне поможешь в этом? Ну а в таком случае начнем С Сава или Жаворонок? Скорее Жаворонок Угу Чай или кофе? Скорее чай Юбка или брюки? Скорее юбка Лето или зима? Лето, однозначно Ты знаешь, сейчас у меня так собрали Дай пять, хотелось бы сказать Потому что лето все Да, далеко тянуло Ничего, мы поняли друг друга Задай вопрос другой Самолет или поезд? Самолет Самолет, потому что это почему? Это быстрее Просто можно сделать все, что ты запланировал, побыстрее Да, действительно Я бы тоже за самолет И страна у нас большая Поэтому поездом можно долго очень ехать Самолетом быстро лететь Ютуб или инстаграм? Инстаграм Вот теперь вопросик такой Что нужно сделать, да? Вот на необитаемый остров я возьму с собой Хороший вопрос Да, это сейчас такая игра детская Но семью, семью Семью на ней Как до семьи, конечно Ой, и это отпуск превратится Слушай, потрясающе Ну правильно Лето впереди, самолет и необитаемый остров Жизнь, а без семьи нет жизни Ваше идеальное утро? Идеальное утро? Семейное Семейный завтрак О, тогда если про завтрак Картошка фри или сельдерей? Сельдерей Если на завтрак На завтрак Потому что картошка фри на завтрак Это ужасно Ужасно, да? Правда А в обед нормально? В обед супер Отлично С соусом хорошо Шопинг или кино? Кино А я не могу без? Без чего я не могу? Ну вот без родных, наверное, опять же, да? И в кино я с ними хожу И на небе-то я бы остров И на остров бы с ними поехала, да? Я никогда не надену? Ну некомфортное что-то Для меня некомфортно может быть и в прямом смысле Когда, ну, там, что-то узкое, неудобное И очень открытое что-то Потому что мне это тоже некомфортно Потому что это лишние взгляды Ну и исходит из этого другой вопрос Чтобы быть красивой, нужна? Нужно быть здоровым Ну, хорошо Да здоровье, красота Молодость Любимый хэштег? Как правило Это Госдума Это как правило, а как вот еще? Любимый Если от работы отойти, например Просто дома Ну, редко хожу по хэштегам Но это если что-то в топе Вот топовые хэштеги я всегда смотрю Понятно Рает лед, например Ну да, например, какой-нибудь Ice Bucket Challenge Или вот что-нибудь такое То есть я обязательно смотрю, проверяю И интересно Будь они политические, какие-нибудь оппозиционные Какие угодно, в принципе Я все равно это посмотрю Все горячие новости все должны быть Конечно Конечно, я должна быть в курсе Все правильно Ну и тогда еще одни вот Меня интересующие, наверное, так сильно вопрос Каблуки или балетки Меня тоже интересуют Каблуки, конечно Да, потому что вот обладательница высокого роста Вот я тоже высокого роста, как и Алена Тоже придерживаюсь каблуков Ну это просто вынуждено Если я не на работе, а я всегда на работе То я не на каблуках То есть у меня есть любимая обувь без каблуков Так все-таки мы делаем вывод, что балетки Если говорить вот чаще, что, то это каблуки А если что мне вот хотелось бы, то, ну не балетки точно Ну, наверное, какие-то кеды, кроссовки Вот, ботинки На самом деле сочинялось сейчас про балетки у нас вот Аня Поэтому я не знаю, к чему подняться Я могу видеть только каблуки, понять Как вот это Ну, да, вот на мне сейчас каблуки Так что все понятно Да Как на них ходить, я вообще не представляю Как женщина может ходить на каблуках Ну, не нужно Ну, и не нужно, да, на самом деле Конечно Но это красиво, это здорово Ну что ж, друзья, я предлагаю посмотреть замечательный сюжет В гостях у нас сегодня Алена Аршина Депутата Государственной Думы И сегодня мы говорим о том, какая Алена вне работы Я думаю, что мы зададим вам какой-нибудь еще интересный вопрос С удовольствием Прямо сейчас на экранчик Все солисты ансамбля Акатуй уроженцы республики И хотя многие из них переехали в Мурманскую область более 10 лет назад Связь с малой родиной никто не теряет Для земляков, проживающих за полярным кругом Они проводят национальные праздники и фестивали Гастролируют с концертами по всей области Не раз выступали для экипажей военных кораблей Говорят, что чувашские песни никого не оставляют равнодушными Уроженцев республики в Мурманской области Объединяет культурная автономия Чувашский край Она была образована более 20 лет назад Для того, чтобы встречаться с земляками в столице региона Открыли гостевой дом Друзья, это будет делики-шоу По-прежнему с вами и с нами Сегодня замечательный гость Алена Аршинова Радует позитива, своим хорошим настроением Улыбка очень яркая Насколько это возможно с утра? Насколько это возможно с утра? Это действительно правильно Во сколько началось ваше утро сегодня? В районе 6 В районе 6 Да, то есть не так рано, наверное А во сколько обычно начинается? Наверное, в зависимости от дня Потому что есть разные дни Где-то в районе, ну, полседневого, наверное, где-то 7 То есть если есть какой-то суперлегкий день То это, наверное, без 10 в осень Что-нибудь такое Все-таки мы не можем ни по работе не говорить И у меня сразу возник вопрос, да, формулу успешного человека А как сморщился-то Формулу успешного человека Все-таки Ну, успешно, это успевать Поэтому нужно успевать Все, что ты хочешь, главное, не ленись Делай И, мне кажется, не нужно переключаться постоянно Потому что, когда что-то не получается Есть люди, которые бросают Мне всегда так жалко Хочется, чтобы этого человека кто-то поддержал рядом Чтобы он не бросал, чтобы ему сказали Ты талантливый, продолжай Мне кажется, иногда поддержки такой не хватает И нужно быть упорным Нужно быть уверенным, что это твое дело Вот если оно тебе нравится Не обращай внимания на критику Занимайся Ты просто совершенствуйся в этом Поэтому, мне кажется, это самое главное Алена Аршинова пишет задание себе на день Либо на месяц, либо все в голове для нас Какой-то тайминь Конечно, график То есть все расписано? Не все Потому что мечты разве кто-то расписывает? Мне кажется, нет Потому что они в голове, они в сердце И ты ими дышишь, живешь И каждый день делаешь все возможное Чтобы приблизить их в реальности Да, притянуть А так, конечно, ежедневные заботы Они расписаны И что-то на месяц, что-то на неделю, на две Есть и то, что, допустим, через год себе ставлю какие-то пометки Но сам факт, что планирование очень важно Очень Без него никуда А как находите время на отдых? Планируете ли его? Вот когда планируешь, тогда все находишь Единственное, что давно я не отдыхала не потому, что я не планирую Потому что руководство не планирует А так, конечно, отпуск, он, в принципе, запланирован То есть у нас, вы знаете, что нам сократили Сейчас приняли мы все Всецело вот эти изменения Что у нас теперь отпуск Это три недели в августе И июль у нас убрали, кусок июля И перенесли его на майский рядом с праздниками Чтобы увеличить вот эту, скажем так, отпускную какую-то часть Ее частью назовем Но непонятно пока, чем мы из этого всего воспользуемся Но на всякий случай планирую несколько здесь, тут, несколько здесь, там Потому что и бабушек хочется увидеть И с родителями побыть, поэтому Вот отпуск это что? Это новая страна, новые люди Или это побыть дома наедине с собой? С кошкой, с собакой? Либо со своими домочерами? Нет, нет, это те заботы, которые ты, к сожалению, отодвигал Есть у всех приоритеты И если есть, допустим, срочные приоритеты Или суперсрочные, или среднесрочные Ты ими, конечно, в первую очередь занимаешься А так, есть вопросы здоровья Твоего здоровья, здоровья твоих близких Это бабушки, их увидеть Потому что они уже в почтительном возрасте И ты никогда не знаешь, что тебе принесет завтрашний день Поэтому нужно с ними видеться Они у меня живут в Кемеровской области очень далеко И к родителям нужно Поэтому много чего нужно А такого нет, чтобы новый день, новая страна А пока я не могу себе этого позволить И, в принципе, конечно, летом хотелось бы море Но море я уже два года не видела Это было бы очень давно Друзья, ну совсем скоро мы узнаем Находит ли Алена Аршинова час в день или в неделю Для того, чтобы поддерживать свою физическую форму Ну а прямо сейчас послушаем клип Посмотрим клип и перейдем на музыкальную паузу Пой моя гитара Про судьбу в дорогу расскажи Все начать сначала Эту сказку под названием жизнь Под названием жизнь Пой моя гитара Про костер негаснущей любви Небо бирюзовое Поле ластельковое И прослежесть утренней зари Утренней зари Ты, любимая душа На светущей земле Пройдет Крайки, травы, чудыша Крайки, травы, чудыша Прозываются весной Ты, любимая душа К полиночке моей И к тому, кто не спеша И к тому, кто не спеша Ждет любовь в дороге дней Пой моя гитара Про судьбу всю правду расскажи Все начать сначала Эту сказку под названием жизнь Под названием жизнь Ты, любимая душа На светущей земле Крайки, травы, чудыша Крайки, травы, чудыша Прозываются весной Ты, любимая душа К полиночке моей И к тому, кто не спеша И к тому, кто не спеша Ждет любовь в дороге дней Ты, любимая душа На светущей земле Крайки, травы, чудыша Крайки, травы, чудыша Крайки, травы, чудыша Прозываются весной Ты, любимая душа К полиночке моей И к тому, кто не спеша И к тому, кто не спеша Ждет любовь в дороге дней Рецепт дня Друзья, мы продолжаем Интересный, увлекательный разговор Вообще, за эфиром Проходила тут у нас дискуссия Дебаты Очень много всего интересного Друг другу рассказали Но остановились в прошлом выходе На том, что же Алена Аршинова В общем-то делает Когда говорит о том Что или говорит Или прям делает Когда заходит речь О физической нагрузке Прямо сейчас будем, собственно, Пытать Алену Аршинова О том, что же делает для того Чтобы у человека Оставаться в такой прекрасной Замечательной форме Ваш рецепт Спасибо большое Ну, я думаю, что это физическая нагрузка 3-4 раза в неделю Минимум час И, кроме того, важно Поддерживать правильное питание Ну, для многих это уже Как притча в языцах Уже фонит, когда так говорят Правильное питание Ну, на самом деле, это важно Потому что Ну, если нас смотрят те, кому это важно И слушают те, кому это правда нужно То в таком случае Нужно просто расставлять приоритеты Обязательно для нашего тела Нужно определенное количество Питательных веществ И это в том числе Нужна большая группа белков Нужны и углеводы, и жиры Потому что я знаю Многие отказываются от углеводов, жиров Это неправильно Нужно просто рассчитать свою норму белка В интернете очень много есть правильных формул И вот есть этот белок Нужно обязательно Ну, белок – это яйца куриные Это грудка куриная Это рыба То есть вот достаточно доступные это продукты И, что самое важное При этом сбалансировано все должно быть То есть не нужно бояться съесть лишний углевод Даже ту же пироженку Можно вполне выйти на пробежку и сбросить Она в энергию превратится и уйдет А вот самое страшное – это не добрать полезных веществ Это самое страшное А если говорить о физической нагрузке Вот есть ли плотный график Есть ли постоянные до встречи Работа как? Разграничить? Вот где-то бассейн или там пробежка? К сожалению, бассейн не совсем для меня удобно Пока я хочу его включить в график Но пока не приноровилась Потому что очень часто бывает, что я еду на спорт И после этого мне еще, например, с журналистами встретиться Записать комментарии и так далее Поэтому, конечно, в этом плане нужно Как-то быть еще в приемлемом виде Поэтому, в принципе, это вот кроссфит, которым я занимаюсь И для меня это удобно, комфортно Кроссфит – это для тех, кто, допустим, не знает Это просто общая нагрузка Физическая нагрузка абсолютно разная То есть это фактически и приседания, и гантели, и на разную группу мышц И быстро Нужно сказать, что кроссфит – это естественная больше нагрузка Когда работает человек со своим как раз-таки весом Со своим весом, да А человек работает чисто Не нужно ничего То есть это и недорого, это удобно И быстро Особенно, ну, быстро, это сколько есть времени Ну, в принципе, 45 минут достаточно 45 минут, сколько я, в принципе, и трачу И поэтому вполне себя чувствую хорошо Сейчас особенно сезон уже, надеюсь, в ближайшее время начнется Уже такой весенне-летний И это все можно на ближайшем стадионе, во дворе, да, делать Поэтому вполне Если кто-то хочет, может, утяжелители на ноги подвесить И вполне тоже, если кто-то вот такой более подготовленный физически Это для любого человека Под руководством тренера или уже настолько выработала своя программа Нет, нет, нет Я, как и многие лентяи, поэтому я занимаюсь в группе Поэтому, когда занимаешься в группе, ты видишь, что не надо отставать, лентяничать И это правило для всех Поэтому вполне, то есть это недорого, это доступно для всех И вот на такой вот спорт я хожу Ну, я, друзья, расскажу вам маленький секрет Мы как раз-таки за эфиром говорили, что лучше бег или ходьба быстрая Потому что если совсем бюджетно, то можно просто час походить по городу И совершенно огромный успех А лучше в парке? Лучше, конечно, в парке, да Чтобы не дышать выхлопными газами Вы с успехом, в общем-то, замените себе всю тренировку И так же вот... Ну, это Максим на своем примере, потому что он ходит до работы пешком Ну, я хожу до работы пешком, в принципе, у меня туда-обратно не очень много времени А так, в принципе, я люблю вообще прогуляться И особенно по весеннему городу И когда вот тепло Нет, просто и ходила То есть я и ходьбой занималась Ну, не профессиональной, конечно, нет Просто и ходьбой И бегала И в основном у меня вот в последнее время у меня были вечерние пробежки До университета у меня были утренние пробежки То есть вот в школе я просыпалась в районе пяти утра В старших классах где-то с девятой, девятой, десятой, чтобы успеть побежать Но это было не все, не весь период Потому что зима тоже как-то не очень Я просто всегда говорю, что вот пробежки, во-первых, это не совсем мое, честно говоря Я тоже пытаюсь Каждое лето Некоторое лето мне удается побегать Когда-то мне не удается Когда-то лениво поднять себя в пять утра Многие специалисты говорят, что в пять утра лучше поспать Вечером, когда организм На голодный желудок нельзя Все работают, все системы Лучше уже, да, действительно А вот ходьба, друзья, это вот я за нее А есть еще такая ходьба, чебоксарская ходьба Пускандинавские Очень популярная вот с такими палочками Мне кажется, Максим, для тебя будет в самый раз С палочками Нет, ну не надо смеяться Не надо смеяться, потому что это как эллипс Здесь задействованы все группы мышц, поэтому... Там на 40% эффективность от ходьбы увеличивается За счет того, что вы работаете, друзья, руками Выгодителями палками Да, да, правда, это очень хорошее И сейчас очень много встретишь на улицах нашего города Вот именно таких и молодых мужчин Я вот в дом ехала, я очень много бегающих встретила Поэтому прям желаем здоровья И приятно, и на самом деле, что у нас в городе Есть спортивные площадки во многих дворах Очень это удобно, очень хорошо И стадионы есть, где можно выйти, побегать Я вот живу между двумя стадионами Мне вообще очень удобно Красота Не всем так повезло, честно говоря Ну да, но тем не менее На школьные стадионы можно сходить Там тоже не закрывает Утром можно бегать Мы поняли, что мы все, оказывается, так или иначе За спорт, за ходьбу Я за ходьбу, друзья, честно говоря Как мы говорили, здоровье – это красота Здоровье – это красота Хочется мне спросить Вот Алена Аршинова когда-то была маленькой девочкой О чем она мечтала? О чем она мечтала? Мечтала она о чем? Много, да, но совсем маленькой девочкой Не могу вспомнить конкретно что Но вот в основном вот такая идея была Которая со мной трансформируется всю мою жизнь Чтобы все были счастливы Ну то есть, чтобы родители не грустили Чтобы всегда была еда Вот такие вот детские Пусть всегда будет солнце И пусть всегда будет шоколад О, шоколад Я вообще думаю, почему, зачем это все есть, когда есть шоколад Действительно Думаю, когда я вырасту, обязательно буду только шоколад есть А кем вы хотели стать? В детстве Если тоже не могу вспомнить, это надо просто подумать Но потом я помню, что трансформировались мои идеи И сначала психологом То есть мне хотелось вот копаться Помогать преодолевать людям какие-то проблемы А потом я решила, что я буду социологом Ну, собственно, вот так и получилось А, быть может, какие-то таланты вот с детства еще остались? А, ну, конечно, конечно Я же, да, мне нравилось петь Я занималась в музыкальной школе По классу? По классу фортепиано Закончила Да, и получилось, что я потом пошла на класс вокал И мне это тоже очень нравилось То есть я пела Поэтому, в принципе, мне не нравится Вот чтобы не быть голословными Сейчас Алена Аршунова призналась нам в том, что она пела когда-то Ну, было дело, конечно Так, запевайте, Алена, сейчас мы вас подхватим Мы тоже иногда эти вещами грязим Ну, вы даете Да, да, давайте Любимую песню мы подхватим Любимую песню? Вы меня застали врасплох Какую вам песню спеть? Давайте разомнем аппарат, разговариваем Да, но мы уже с вами неплохо разговаривались Ну, давайте что-нибудь споем Ну, какую песню вам спеть? Мне с утра прям ничего в голову не приходит Я думаю, что у нас будет еще время подумать А песню, да Немножко даже песню придумать За эфиром Чтобы не петь колыбельные И не засыпить наших слушателей Да, и о каких талантах еще Какими талантами обладает Алена Аршунова Мы узнаем чуть позже Поговорим тоже об искусстве, о театрах Так что оставайтесь с нами А пока музыкальная пауза Это Будильники Субтитры создавал DimaTorzok Что ж ты делаешь со мной? Темная красавица Становлюсь я как мельной Если улыбаешься Эх, чувашечка моя Брови черные тукой Эх, чувашечка моя Очерон я тобой Эх, чувашечка моя Брови черные тукой Эх, чувашечка моя Очерон я тобой Эх, чувашечка моя Ручки выше! Зажигаем! Зажигаем! Я по городу еду Солнце улыбается И подрученьку веду Первую красавицу Эх, чувашечка моя Брови черные тукой Эх, чувашечка моя Очерон я тобой Эх, чувашечка моя Брови черные тукой Эх, чувашечка моя Очерон я тобой Утренний гость Ну что, друзья, я с нетерпением просто жду сейчас нам явиться какой-то новый талант А может быть, не новый Он не новый, для многих он не новый Да, Алена Аршинова у нас в гостях И мы остановились на том, что Оказывается, учились петь И научились, видимо Сейчас мы это узнаем Ну, это мы просто с детства принесли Мама наградила А так, конечно, я же Вот не напомнила У меня же был случай Когда у нас была такая небольшая авантюра Когда у нас был День Республики Я же пела песню Алран Кайни Ну, не помню Вот, так что было дело такое Поэтому это, в принципе, не новость Ну, а сейчас Давайте, может быть, тогда вместе с вами Один буквально куплет-припев Может быть, вы знаете эту песню Я просто посмотрела Пока у нас был пример В зимфире искала Да, давайте Забывайте, сейчас попробую Давайте Я искала тебя Годами долгими Искала тебя Дворами темными В журналах кино Среди друзей в день Когда нашла С ума сошла А ты Совсем как во сне Совсем как в альбомах Тебя рисовала Тебя гуашью Дальше были звонки Ну, я думаю, что звонки Удачи сеть домой А когда мы перейдем В радиоэфир Все, а то ты остановишь Друзья, вот так вот А сначала говорилось, что нет Я уже не знаю, что петь Потрясающе, на самом деле Есть и голос, есть и чувства Вот это утро, вот это действительно доброе утро Проснись и пой Проснись и пой называется Утро на самом деле театр И весь мир театр И люди в нем актеры Вы согласны с этим? Согласна, конечно, в принципе Потому что, во-первых, я люблю искусство Во-вторых, люди-актеры Потому что не все же должны показывать свое настроение Если оно особенно неприятное людям, окружающим Поэтому многие себя сдерживают И показывают себя цветущим Ну, а что касается театров То я очень люблю И... Ну, не все Честно вам признаюсь Они не все, может быть, понимают Потому что ценители И хвалят что-то А мне, может, не понравится Так бывает Но, например, мне в Чувашии Понравилась очень Спящая красавица У Вячеслава Фошина В театре оперы и балета Вот с Ольгой Нестеровой Они замечательную постановку сделали И мне очень, правда, понравилось Я была и в Большом театре несколько раз И, правда, вот сравнивая Вот сопоставимые вещи абсолютно Это, может быть, только специалисты Эксперты могут сказать А она не так Это пасть делала Или что-то Но для меня Это уровень Мне даже Спящая красавица Больше понравилась Чем Щелкунчик, например, в Большом театре Если говорить о том Где, например, я сравнительно недавно была Не так часто нахожу время на театр Потому что приоритеты по-другому расставляю Но была в театре сатиры На постановке «Чемоданчик» Была на, так, «Вишневый сад» И, по-моему, это был малый театр Потому что в разных театрах бываю И, в принципе, что-то смотрю На творческих вечерах иногда бываю Конкретных звезд, театральных Поэтому, в принципе, иногда я иду для того Чтобы просто понимать измерения Для того, чтобы понять Да, нет Но больше мне, конечно, нравится кино Больше Кино? Да Все-таки кинома Все-таки кинома Шопинг или кино, кино Театр или кино Все-таки кино Да Друзья Не знаю, плохо это или хорошо Но вот как-то больше так нравится Ну, кино – это тот же театр И книга Да Потому что книга – это что-то другое То есть ты себе представляешь А потом интересно идти в кино И сопоставить прочитанное И ты думаешь А я не так, не так представлял То есть у меня тут поинтереснее Поинтереснее Друзья, вот такой вот интересный диалог У нас получился Или разговор на троих Здесь в этом потрясающем утре Будильниках шоу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому